всем привет с вами ирина и мы на канале рук лорида с юлией сегодня вам покажем тур по офису который сдается в аренду и покажем вам сам офис и расскажем все детали что пройдемте да пойдем сам офис находится недалеко от даунтаун орландо сейчас сейчас офис находится в стадии ремонта да как они тоже в ремонте поэтому мы заранее извиняемся за детали как бы всякие различные на полу или смотрят под под ноги поэтому никуда не падаем но давай сначала скажем сколько сквер фиты за какую цену доставляется в офисе 5000 квадратных фитов достаточно большой офис в аренду сдается за 8000 долларов офис находится буквально в двух шагах от даунтауна поэтому это такая улица достаточно популярная на west colonial также она находится недалеко от пересечения джан-янг и orange blossom trail а также недалеко от четверки это interstate который пересекает весь штат поэтому к офису очень легко добраться с любых концов города да очень удобное расположение на самом деле проходное такое раньше в офисе была компания которая занималась маркетингом так воду свет не включили помещение очень большое для офиса то есть это для какой-то такой достаточно крупной фирмы до создаются тут 10 комнат достаточно большого размера то смысл прошли дальше покажем это как бы главный вход где будет располагаться ресепшен да то есть секретаря поставить лога красиво достаточно большой большой лобби сразу по эту сторону находится офис который можно сделать как конференцию то есть тоже достаточно большой мы тут играли в шахматы смотрите какие работники интеллектуальные это вот так вот они отдыхают до за какие мне кажется отлично расположится здесь телевизор экран на проектор также огромный стол конференц комната такая хорошая человек на 20 как минимум хорошо уместить и очень удобно что сразу видно лобби все что происходит в офисе придем на рассаду мы начнем с той стороны и по кругу это главная комната здесь можно расположить стулья место ожидания клиентов например да также можно использовать конференц-зал второй то есть каждому свое а предыдущие арендодатели арендаторы 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 у них здесь было очень интересно креативно все расположено у них здесь была целая сцена с подиумом с огромным мотоциклом здесь у них был проектор у них были разные для меня фантазии уже не помню очень удобно такие кресла маленькие столики то есть такой кузей место не так понимаю клиентов не было уютно уютно да это много не было поэтому когда приходил несколько человек можно было с ними так уютно пообщаться в приятной обстановке поэтому достаточно так и цвет как бы естественно что можно перекрасить но отдать у них все было в стиле в красном таком красно-серое синее такое цветное яркое поэтому было очень много не то сразу помню сидел офис-менеджер принципе такое небольшой офис но он сразу находится прям скажем так с видом на весь офис угол поэтому сразу видно что здесь достаточно небольшое но место для стола для шкафчиков для всего как бы самого необходимого всегда и принципе зеркально такой же самый офис здесь хорошо расположенный ну что дальше у нас кухня до кухня тоже располагаться прям по центру очень удобно с барной стойкой с сразу посудомойкой с холодильником можно ставить свой обед ланча мы это место использовали для корпоративных мероприятий очень удобно было и лед оставить и продукты поэтому конечно владелец вместительные достаточно суши ну кухня вообще обещать понимает и место для микроволновки поэтому даже можно оставить то есть вот эта техника она входит в аренду да то что вообще здесь мы видим она в принципе входит в аренду ну как будто всякие кладовки кладовочки показывает там как электронная а вот такое да щитки посмотрите вот так это все по стандарту здесь это будет а это да да это нагреватель воды тоже обязательно присутствует так идем дальше выходим на улицу до backyard самая любимая часть так никого тут лестница стоит лестница все проходит аккуратнее вот так вот выглядит backyard здесь можно тусить своей командой вечером когда засидишься до или на обед выходе на мне кажется шикарно здесь раньше было несколько столов они как будто расположены вечером очень красиво и такое очень так тихо природа сейчас шику погода шикарная вообще ну на свежим воздухом можно подышать и уйти из офисного скажем так идти из офиса и подышать свежим воздухом поэтому всегда да ну не обращайте внимание тут немножечко еще все не готово да потому что идет ремонт тут сдувают с крыши листву красят стены моют как бы поэтому еще не готова полностью новый кондиционер кондиционер новый это просто супер это отлично потому что я знаю они коммерчески очень дорогие буквально там один юнит 10 тысяч долларов или учитывая то что обычно при съеме аренды офиса арендатор несет арендатор кто снимает он несет ответственность то есть если у вас ломается кондиционер то вы его сами должны чинить те кто снимают а это ой 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 как дорого получается поэтому когда вы заезжаете в офисов же новые юниты вообще без проблем шанса того что с ними нужно будет что-то делать очень мало да также обычно арендатор ответственно полностью все что находится внутри офиса только за крышу я знаю что арендодатель отвечает за крышу и за пол если что то случается с крышей в плане например пробоина вот сайт идет да 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 ну вот так обычно она всегда с крыши кстати металлическая поэтому ей все равно отлично она нас не пули не пробиваем но протечек нет узнаешь здесь вообще во флориде вот беда честно говоря с этими протечками знаем не понаслышке как бы именно не в домах а в коммерческих зданиях особо богу именно с крыши проблем не было как здесь были но я знаю что иногда если кондиционеры текут то это уже другое да это другое это ответственность арендатора все понятно опять же еще один конференском это можно у вас на здесь очень классно жаль нет как бы таких фотографий много но здесь на всю стену были экраны очень классное место было для презентации на придурада каких-нибудь небольших как бы собраний да то есть можно здесь допустим один конференском это сделать там вторую на власти от к суши и вот эти одни только двери стоит дорого я знаю вас двери кстати солидные прозрачные для офиса самое то подходит стильненько ну что пройдем дальше по кругу следующая часть офиса естественно так мужской не пойдем так обязательно фонтанчики до чтобы пить вот реструм английским обычный обязательно с туалетом для ограниченными возможностями вот запуталась вот он вот и обычный тоже стандартный до сих по 2 в каждом и вот тут две раковины что удобно вообще зеркала да очень просторный такой реструм это женский и есть еще такой же соответственно мужской возьмусь туда не будем заходить да вдруг пройдемте дальше дальше нас в принципе идут эти через десять комнат 10 весов они все разного размера достаточно маленького до таких достаточно просторных это наверно самый маленький который есть и вид кстати неплохой тоже на идет здесь на backyard а там вот крышу вашу как раз до чистка да хорошо только зелень принципе приятно посмотреть вот еще один их тут достаточно много слушайте реально много красненькое такое да очень ожидающие не ну да для той компании этот этот цвет был подходящий просто смотря чем люди занимаются да говорят красно-оранжевый не если это ты говоришь была маркетинговая да какая-то компания делали сайты и креативные дизайны них и знаю видеообработка было очень много всякого интересного красный подходит чтобы мозг всегда работал их сразу было до смол степора драки них критина виды же дизайн на стен был ремонт капитальный был в семнадцатом году они принципе хорошем состоянии люди которые заезжают на полы цвет стен ну да если хотя и обычно рекомендуют брать амаренду на 5 лет да обычно это 5 лет обычно 5 лет бывает иногда 10 лет бывает иногда три года да но стандартно 5 лет тут небольшое такое место интересное открытая то есть это не офис но какие-то столы и можно расположиться например для брейнсторминга такой пообщаться поговорить возможно ланч возможно просто собраться так в уголочке да прикольно так пойдем дальше много-много комнатах мы это показали так идем дальше побольше комната такая тоже много красного красный варь и вот этот интересный ком это ставили доску дан возможно для кого-то креативного пригодится кому-нибудь что-то на нее слушай но тут вообще реально заблудиться принтеры большой офис огромный из нас и буду делать да знаешь такие принтеры вообще-то дорогие если он в рабочем состоянии то пригодится даже большой такой офис кстати панелика это было наверно или скрин или телевизор куда-то вот тут вот уже выходить на парковку на фронт идемте дальше еще один офис вау слушай ну как здесь много вообще комнат тут однозначно нужно для бизнеса которого много сотрудников даже например адвокатская фирма какая-нибудь или в принципе даже медицинский офис какой-то небольшой можно есть просто для разных бизнеса в разные стандарты по которым нужно допустим высота потолков или какие-то дали да то есть не всем подойдет но для административной части принципе вообще идеально и расположение и размер кстати такие же двери вот да здесь я смотрю таких дверей много было но мы все по-моему до показала по кругу обошли до по кругу обошли хотела сказать что ковер и полностью как бы весь ремонт был хорошего качества с хороших материалов ковер один из самых дорогих он на принципе сколько может лет года три до он не затирается коммерческого качества освещение тоже леди поэтому она не так много тянет электричество но как любому арендатору нужно ожидать что естественно счета будут за или так стать из ты знаешь примерно сколько может выходить за электричество здесь конечно зависит от использования но в среднем все около ну за такое количество скоро фит но думаю до 1000 долларов однозначно где-то около 1000 да и я тоже там завода 100 200 долларов будет по-моему а ну завода включается еще и только вода просто которая пользуется здесь еще и орошение что-то еще может вы нас мусора стоит каких-то денег а мусор здесь муниципальный поэтому это все занимается что я знаю что когда вы платите за аренду вам еще начисляются помимо этой суммы sales tax sales tax это вы платите арендодателю а он уже платит городу 6 половиной за исключением организаций которые исключают налогов например например они не коммерческие да если вы будете как коммерческой таксами мы не облагаем точно они же в вашем здании они тоже снимают и они не платят вот как интересно и все да у вас то есть получается три компании ну вот touch of house до сифа диагностика который мрай делает церковь и то есть мрай это отдельная еще компания да да они тоже находятся в принципе в да как бы по адресу здесь можно расположить если хотят две компании если смогут это все разделить вы сначала пытались найти вообще людей кто снимет по офисам да то есть агина была идея к воркинга то есть когда шерен спейс да то есть как бы делится общее пространство то есть лобби конференц-зал общее пространство вот это например да делится на каждый офис отдельно дать но это сложно да это на самом деле сложно да да не в не помешайте да мы хотели бы спроса как бы не так много поэтому решили сдать как да 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 но представляете здесь сколько офисов на самом деле если этот не считать то 11 10 и 2 конференц-зала вот как но это тяжело найти да особенно если ориентироваться только на русскоязычных у нас как бы стало много но не больше она не так много не более что с коронавируса многие работают за да 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 это правда ноги перешли домой поделить между там например бухгалтером или какой-то административной работой те же самые операторы которые работают так драйверс но вообще в принципе можно было поздавать эти комнаты но мы должны три конечно много для этого нужно заниматься управлением раздачей проще сдать целиком на самом деле всегда оптом вот так что если вдруг кому-то будет интересно вообще мы это делаем в образовательных целях чтобы вы имели ввиду сколько здесь стоит коммерческая недвижимость не только дома же люди живут да ну вот еще коммерческая недвижимость видите например здесь если вы в аренду берете коммерческую недвижимость то должны платить sales tax если вы снимаете дом или квартиру вам не надо платить sales tax да вот например такая особенность может быть кому-то будет эта информация интересная интересная достаточно сейчас много про то листы из-за короны так понимаю съехала много да да потому сейчас но такой рынок достаточно в этом плане вялый да дай бог все наладится все будет хорошо но пока мы занимаемся ремонтом перекрашиваем да 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 немножко у вас есть время потихонечку улучшаем обстановку делаем все более прекрасно и так вот она информация вот вы видите план офисного помещения которое сдается также вот она вся информация можете на стоп нажать и посмотреть более подробно все подробности и всю информацию мы скинем описании под видео красивые деревья красивый вид и удобно что парковка достаточно большая просторная удобный заезд и кстати если вдруг кому нужно будет доступ достаточно с автобусов автобусная остановка прямо здесь тоже удобно да я на машинах но вдруг кого-то допустим я вдруг всякое бывает туристы очень много кстати здесь недалеко greyhound 2 station прям за углом поэтому часто бывают тут район как бы чуть дальше проехать не очень да но очень часто люди ходят с чемоданчиками свечи видимо еду до даунтауна никто не признался чья эта машина до владимира машины которые да классная машина прораба в смысле понятно вот ребята работают тоже русскоговорящий такая поддерживать производитель да правильно ну что давайте прощаться всем спасибо если какие-то вопросы обращать да пока пока